Добрый день! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы продолжаем заинтересовавший наших зрителей цикл «Геополитики Ветхого Завета» и в этот раз выберем нашей темой основание царем Давидом Иерусалима как новой столицы своего царства. Для того, чтобы подойти непосредственно к этой теме, которая представляет интерес, определенный вопрос, тоже своего рода загадку, может быть даже недоумение в связи с таким не вполне очевидным выбором, который был сделан царем Давидом. Почему именно на Иерусалиме остановил он этот свой выбор для того, чтобы объединить все 12 колен Израилевых? Это сейчас мы с вами воспринимаем святой город Иерусалим как безусловный такой один из важнейших духовных центров вообще всего мира. Это сейчас для нас Иерусалим связывается с жизнью, смертью Господа нашего Иисуса Христа, с местом его распятия и воскресения, с предшествующей этому славной тысячелетней историей столицы духовного царства всего народа еврейского. Но ко времени царя Давида в X веке до Рождества Христова роль Иерусалима была совсем не столь очевидной. И даже напротив, не случайно еще пророк Изекииль в 16 главе своих пророчеств напоминает гордому Иерусалиму о его таком, в общем-то, не слишком достойном происхождении. Он говорит, обращаясь к чере как бы Иерусалимовой, что «корень твой в земле ханаанской, отец твой амарей, а мать твоя хиттиянка». То есть этим он указывает на такое языческое прошлое Иерусалима, его жителей, на то, что город этот оказался привит к сообществу святых городов Израиля сравнительно в недавний момент его истории. И то есть таким образом нам с вами имеет смысл немножко познакомиться с предшествовавшей историей Иерусалима. Надо сказать, что она весьма и весьма древняя, хотя вот до того момента, как Иерусалим оказывается завоеван Давидом, и там возникает такая бесспорная столица на века его царства, это история святого города, она далека от святости в основной и, в общем-то, представляет собой историю города языческого. Надо сказать, что Иерусалим в переводе сейчас принято как бы вот так вот чаще всего объяснять название этого города как место мира. Иерусалим – это место мира, вот этот корень Салим, Салам, Шалом, такое известное нам по разным семитским, азиатским языкам, он как раз-таки обозначает вот это состояние мира, в котором должна пребывать была столица Израильского царства, место воцарения истинного бога Израилева, который почивал там свою славу в единственном на земле храме, созданном в его честь. И надо сказать, что вот эта традиция, она была, по всей вероятности, освящена веками. Одно из первых упоминаний о Иерусалиме содержится еще в книге Бытия, в главе, которая повествует о нападении царя Кедарла Амера, царя Иламского с целой коалицией других царей на, опять же, князей, царьков, городов, которые лежали в окрестностях Мертвого моря, в том числе Содом, Гамора, Сегор, Севаим. И, как мы знаем, этот набег окончился разгромом гаморских и садомских князей, и, в частности, среди их подданных в плен попал и братанич Авраама Лот. Поэтому Авраам, вооружив 318 своих рабов и домочадцев, бросается в погоню за Кедарла Амером, как об этом повествует 14 глава книги Бытия, наносит поражение этой коалиции царей. Ну, как сказать, царей в нашем сейчас уже современном восприятии, это скорее такие пустынные шейхи, которые пришли из южной части тогдашней области, которая сейчас известна как Святая Земля, то есть откуда-то с побережья Красного моря, по всей вероятности. Он прогоняет их обратно, освобождает взятых в полон пленников, в том числе и вот этого своего ближайшего родственника Лота, возвращая ему все украденное у него имущество. И вот после этой славной победы Мелхиседек, царь Салимский, который был священником Бога Вышнего, как опять же повествуется в книге Бытия, приходит для того, чтобы благословить Авраама именем Господа Вышнего. И вот здесь появляется вот эта такая удивительная, таинственная фигура царя и священника Мелхиседека, которая впоследствии вызывает столько размышлений, дискуссий среди богословов, толкователей Писания, которая получает свое такое очень глубокое, прообразовательное истолкование уже в посланиях святого апостола Павла, в которых царь Мелхиседек предстает как бы таким вот прообразом Христа. Но оставляя в стороне, собственно, Мелхиседека и проблему его священства, мы можем с вами отметить, что Салим, которым правит Мелхиседек, по объяснению, по пониманию большинства тех, кто толковал это место, это, безусловно, тот самый Иерусалим. То есть вот эта вот традиция существования в городе Иерусалиме особого культа, посвященного Богу Всевышнему, единому Богу, первым из служителей, по крайней мере, единственным известным на тот момент нам, был как раз таки Мелхиседек. Вот она может говорить в том числе и о том, почему выбор Давида в какой-то момент промыслительно падает на Иерусалим. Потому что за Иерусалимом стоит вот эта какая-то такая очень давняя, древняя, еще, в общем-то, даже доеврейская традиция служения Богу истинному. Но как-то в последующие времена мы, к сожалению, ничего не знаем больше о том, чтобы в Иерусалиме совершался культ и совершалось служение в честь Бога истинного. Наоборот, к сожалению, город этот, как мы видим, является городом захваченным и населенным хананейским вот этим населением будущей Палестины, будущей Святой Земли. И в нем происходят все те мерзости и отвратительные деяния, ради которых, собственно, Господь и повелевает уничтожать хананейское население практически под корень, истребляя во всех его представителях. Там процветают и всевозможные такие жестокие культы, и храмовая проституция, и культовое употребление наркотических средств, как это доказано, в том числе и археологическими находками недавнего времени, и человеческие жертвоприношения, и всевозможные самые такие тяжкие извращения и жестокости, которыми так богато было население Ханаана, и которым вызвало оно гнев Бога Всевышнего, потребовавшего уничтожения этого народа, погрязшего в колдовстве и самых таких тяжелых формах язычества. Вот, собственно, как мы знаем, не обойден был этими проявлениями и Иерусалим, но, тем не менее, долгое время еще после того, как Израиль начинает, вернувшись в землю обетованную, свою так называемую реконкисту, то есть отвоевание своего наследия, своей земли обетованной, Иерусалим продолжает сопротивляться. Так, во время деятельности Иисуса Новина, как об этом также повествуется в 10 главе одноименной книги Иисуса Новина, повествуется о том, что Иерусалим вновь становится таким центром консолидации языческого сопротивления против надвигающейся угрозы со стороны израильтян, и на этот раз ее возглавляет иерусалимский царь Адениседек, который объединяет в коалицию пять других аморейских городов. Не случайно мы слышим в пророчестве, в обличительном слове Езекииля, упоминание о том, что мать твоя аморейка, действительно, в какой-то момент Иерусалим становится центром, духовным центром и пристанищем племени амореев, которое своей деятельностью всячески препятствует тому, чтобы израильтяне вернули себе свое наследие, обещанное им Богом, свою землю обетованную, место вселения 12 патриархов их народа. Но перед той духовной силой и тем воинственным духом, вдохновляемым свыше, которыми были полны воины Иисуса Новина, Адениседек и его союзники оказались бессильны, были разбиты, вынуждены были скрываться в пещере, откуда их достали, казнили, унизили перед этим, повесили на деревьях, а затем бросили в ту же пещеру, в которой надеялись они укрыться и заложили ее камнями. Так окончилась попытка сопротивления амореев Иисусу Новину. Но надо сказать, что это не первое упоминание Иерусалима, которое мы имеем сейчас благодаря исторической науке. Недавно были, в течение XX века, были обнаружены весьма любопытные моменты, связанные также с хананским пребыванием в Иерусалиме, относящиеся к архивам и аналам Древнего Египта. Самые ранние такие свидетельства мы находим уже в XVII веке до Рождества Христова. Это время как раз с расцвета хананской торговли, хананских городов. И вот здесь мы встречаем очень интересное упоминание об Иерусалиме, которое содержится в так называемых текстах проклятий. Это весьма любопытная такая практика Древнего Египта, которая состояла в том, что из глины делалась некая такая глиняная куколка или фигура, которая должна была изображать противника, соперника Египта или какого-то частного лица, египтянина. И затем на этой куколке наносились слова проклятий, зачастую, кстати, довольно такие поэтичные, то есть это были такие, можно сказать, проклятия в стихах. И эта кукла разбивалась и осколки ее разбрасывались. Для того, чтобы вот таким образом разбивать эти куклы и вот эти тексты проклятия, существовали особые места. Поэтому в Египте, там, где удавалось, так сказать, находить вот такие кладбища этих осколков текстов проклятия, их содержится очень большое количество, они изучаются, и из них удается почерпнуть довольно много сведений о жизни древнего Египта и в особенности его врагов. И в частности, там упоминаются и противостоящие Египту хананские города. Среди них упоминается и город Урусалиму. Без сомнения, это как раз таки и есть тот самый Иерусалим, который впоследствии во времена Иисуса Навина в общем создает такую языческую коалицию против вторгшихся на его территории израильтян. Но очень любопытные также древние сведения об Иерусалиме содержатся и в 15-14 веках до Рождества Христова в знаменитом таком также архиве Тель-Амарной. Это архив с огромным количеством клинописных табличек, относящихся к царствованию Аминхотепа, третьего Аминхотепа, четвертого, известного также как Эхнатона. Этот архив Тель-Амарна, практически все его документы записаны Аккадской клинописью. Дело в том, что на тот момент Древний Египет, как и большинство государств Ближнего Востока, находился под сильным влиянием Шамира Аккадской цивилизации, и Аккадский язык, его клинопись являлась такой лингвой франка всего тогдашнего культурного мира. Поэтому и египетские архивы записаны вот этой клинописью Аккадского языка, как ни странно. Вот там содержится просто в нескольких письмах такая, можно сказать, просто душераздирающая история правителя города Русалим, которого звали Абди-Хеба. Хеба это было имя одного из божеств, которые почитались в то время в Ханаане. и Абди-Хеба был таким, так сказать, человеком видимо богобоязненным с точки зрения Ханаанеев и в то же время очень лояльным и преданным своим египетским сюзерянам. Чего, к сожалению, нельзя сказать о них самих, поскольку они-то как раз таки оставили этого бедного Абди-Хебу без какой-то такой существенной поддержки. И вот Абди-Хеба пишет целую серию таких душераздирающих писем о том, как тяжело ему приходится в связи с вторжением кочевых племен, которые называются там Хапиру или Хабиру. Как считают исследователи, это первое упоминание о евреях. Вот эти самые Хабиру или Хапиру это и есть, собственно говоря, те самые евреи, семитские племена, пастушеские, которые в то время своей такой очередной волной заливают пределы и, собственно, Ближнего Востока и даже самого Египта. Частью этого движения является и появление прародителей современного еврейского народа на Ближнем Востоке и на территории той самой Палестины, как сейчас называется зачастую и исторически называлась долгое время часть Ближнего Востока. Бедствия, которые вызывают нашествие этих Хабиру, обрушиваются своей тяжестью на Иерусалим и его правителя. Регулярные египетские войска вынуждены покинуть Иерусалим и его пределы и прочие города, в которых они стояли своим ограниченным контингентом для того, чтобы отойти в Египет и защищать уже его собственные пределы. В распоряжении Абу-Хебды остается всего лишь 50 нубийских наемников, которые в какой-то момент, вместо того, чтобы защищать правителя города, ну, вероятно, по причине того, что им очень долгое время не платили жалования, взбунтовались против него самого, осадили его дом, так что бедный Абди-Хеба сам едва избежал смертной участи в столкновении с этими нубийцами. И вот он шлет и шлет на глиняных табличках очередные послания своему Сюзерену Абинхотепу с просьбой о том, чтобы владыка прислал ему больше воинов, больше масла, больше серебра и больше боевых луков. Но, как мы знаем, единственный караван, который попытались властители Египта отправить в помощь своему верному слуге Абди-Хебу, оказался разграблен в Айлонской долине на подступах к Иерусалиму со стороны Горной Иудеи и так и не достиг Иерусалима. Разграбили его все те же Хабиру и Хапиру, на которых так сердечно и искренне жалуется несчастная Абди-Хеба, что, в общем, является очередным поводом для написания слезных писем о египетской поддержке, без которой, как пишет Абди-Хеба, слуга твой не сможет сберечь город для господина своего. Судя по тому, что никаких ответов на все эти слезные послания в архиве Телемарной никак не содержится, точно так же, как не содержится и ответов на подобные слезные послания владык Акка и Аршафа, которые в какой-то момент со своими колесницами попытались прийти на помощь правителю Русалима, видимо, участь этого города была предоставлена его собственной судьбе со стороны египтян, ну и, так сказать, милости завоевателей. Трудно сказать, что в конечном счете произошло с Абди-Хебой, но город, безусловно, сохранил, как мы видим из дальнейших событий, свой такой вполне хананейский хнанский облик, хотя и включил в себя некоторое влияние таких, видимо, вновь пришедших семитских племен, к числу которых надо отнести и вот тех самых амореев, о которых мы упоминали в связи с деятельностью Иисуса на Вина. Проведя свое завоевание, свою реконкисту Святой Земли, Палестины, Иисус на Вин, как мы знаем по заповеди Моисея, данные ему совершают такой подробный раздел завоеванных им областей Святой Земли между двенадцатью коленами Израиля. Согласно этому разделу Иерусалим оказывается таким пограничным городом, лежащим на самой границе двух колен, колена Вениамина и колена Иуды. Ну, надо сказать, что при этом, несмотря на ту победу, которую Иисус на Вина держал над коалицией аморейцев, тем не менее, Иерусалим так и не был завоеван войсками Израиля. Несколько раз это пытаются делать то представители колена Вениамина, а то представители колена Иуды, но безуспешно. Уже после того, как была разбита коалиция амореев, Иерусалим начинают называть городом Иевусеев или городом Иевуса. Город Иевус, который есть Иерусалим. Под таким названием он упоминается уже в последующих текстах книг Священного Писания. Ни Вениамин, ни Иуда не преуспели в своем завоевании Иерусалима, возможно, потому, что населявшие его горцы избирали такую тактику, характерную для горских народов, когда они просто во время набегов своих воинственных соседей уходили в горы, а затем возвращались и с легкостью возвращали себе контроль над утраченной крепостью. Возможно, это происходило так, и вероятной причиной этого было то, что, по большому счету, ни Вениамин, ни Иуда не нуждался уж так в том, чтобы контролировать Иерусалим целиком и полностью. Это был такой небольшой горный разбойнический городок, жить в котором было неудобно, поскольку, собственно говоря, в городе был единственный источник воды, и то, надо сказать, весьма небольшой, дававший не так много воды, как это было бы нужно для того, чтобы построить здесь достаточно крупный какой-то город, лежал достаточно далеко от каких-то торговых путей, в нем не было никаких-то особенных таких ценностей, ни удачного расположения, ни каких-то природных богатств. В общем-то, собственно говоря, по большому счету, Иерусалим не представлял большого интереса для владык Иуды или владык Вениамина и вообще, так сказать, в перспективе жизни всего народа 12 колен, он не являлся чем-то особенно таким ценным, поэтому до поры до времени этим самым Иевусеям позволяли потихонечку жить в этом их городке, продолжать разбойничать, так что Иерусалим обходили стороной, и, в общем-то, ни Ефрем, ни Вениамин, ни Иуда, которые лежат рядом в окрестностях Иерусалим, в окрестностях земель, которых находится Иерусалим, они не горели желанием навести там порядок. Почему же такой незначительный город вдруг приобретает такое большое значение для царя Давида? Отчего? Итак, как мы уже сказали, для того, чтобы сделать Иерусалим столицей, ну, это был, наверное, один из самых неподходящих вариантов, ну, с точки зрения чисто такой, как сказать, прагматической. И в то же время царь Давид в 30-й год своей жизни, после того, как он стал уже бесспорным лидером всего народа, всех 12 колен Израилевых, со своей ставкой, со своим окружением находился в Хевроне, традиционной столицей Иудеи, всего колена Иуды, вдруг, почему-то, после того, как его приглашают представители всех 12 колен возглавить царство над всеми подвластными им племенами Израиля и сделаться единовластным владыкой всего народа и всего объединенного царства, после смерти Саула Давид останавливает выборы для своей столицы именно на Иерусалиме. Так вот, если вдуматься в эту ситуацию, вполне возможно, что именно незначительность Иерусалима в глазах Давида и является достоинством этого города, как и то, что он находится в руках Иерусалима. Почему? Ведь выбор города, столичного города, имел очень важное геополитическое значение для всей будущности 12 колен. Ведь что было, наверное, одним из самых главных моментов, которые нужно было соблюсти Давиду в своем управлении 12 коленами. Ему всегда нужно было соблюдать определенный баланс вот в этих сложных взаимоотношениях, которые связывали между собой вот такое неустойчивое образование, как эти самые 12 колен. Ведь чуть что, в том или ином колене могли начаться какие-то такие сепаратистские настроения, которые, в общем-то, и возникали периодически время от времени и в конечном счете возникли и привели к отделению десяти северных колен от их союза с двумя южными и образованию двух царств израильского и иудейского, о чем мы уже разговаривали в одном из рассказов и из лекций. И если бы Давид выбрал какой-то такой важный для одного колена город, например, как Хеврон, поскольку Хеврон являлся бесспорной столицей всего колена Иуды, то это безусловно бы возвысило Иуду над прочими двенадцатью коленами. Это дало бы ему такой перевес, который мог бы вызвать зависть и раздражение среди остальных двенадцати колен. Почему? Почему не богатый Шхем, Сехем? Почему не какой-то другой из значительных городов на территории Израиля? Почему именно это должен был быть Южный Хеврон, а не Северный Сехем, который тоже претендовал на такую явно столичную роль в этой коалиции двенадцати племен. Именно поэтому для того, чтобы не задеть ничьих вот таких вот кровных интересов, царь Давид выбирает такой город, который как бы в общем-то и ничей. Мало того, что он находится фактически на стыке трех колен Вениамина, Иуды и Ефрема, так он еще по большому счету никому не принадлежит. Это его собственное достояние, это его собственное завоевание, это тот город, который он сам исключительно своими усилиями отвоевал у Иусеев. И может быть промыслительно этот город оставался в руках язычников столь долгое время, являясь таким как бы языческим анклавом посреди уже давно населенных почитающими Бога истинного коленами Израиля территорий. То есть эта победа давала Давиду право сделать своей столицей именно тот город, который являлся одним из таких выражений его боевой славы, являлся такой своего рода занозой в теле 12 колен Израиля, которую царь выдергивает своим славным таким воинским завоеванием. В то же время, конечно, то, что этот город совершенно новый, освобождает Давида от необходимости приспосабливаться под особенности города древнего, города, в котором уже существует своя аристократия, свой нобилитет, свои богачи, свои влиятельные лица, с которыми нужно считаться и под которых нужно подстраиваться по добыче, под запрос этого города, нужно подстраиваться. Иерусалим же, который делается новой столице, это чистый лист, табло раза. Давид в этом городе может делать абсолютно все, что хочет, без всякой оглядки на какую-то местную аристократию, на местных представителей власти, на какие-то местные традиции. Он ничем не связан. Это новое место, это новая столица. Вот все вот эти соображения, которые, казалось бы, играют против Иерусалима, на самом деле в глазах Давида становятся его преимуществом. Однако город надо было еще завоевать. И это завоевание также произошло очень таким любопытным образом. Об этом повествует вторая книга царства. Глава пятая. Давайте обратимся к ее тексту. «И пришли все колены Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом и помазали Давида в царя над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над Иуду и семь лет и шесть месяцев и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудуя. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иусеев жителей той страны. Но они говорили Давиду ты не войдешь сюда тебя отгонят слепые и хромые это значило не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион это город Давидов и сказал Давид в тот день всякий убивая Иерусеев пусть поражает копьем и хромых и слепых ненавидящих душу Давида. Посему и говорится слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым и обстроил кругом от мило и внутри. И преуспевал Давид и возвышался и Господь Бог Саваоф был с ним. Вот на самом деле здесь присутствует в этом описании того, как Давид захватывает Иерусалим. С одной стороны присутствует некоторая неполнота, а с другой стороны присутствует элемент, который вообще-то полностью обойден вниманием всех практически наших толкователей, которые комментировали этот текст. Ну действительно очень такой любопытный момент состоит в том, что войска Давида окружают Иерусалим, а надо сказать, что Иерусалим времен царя Давида и город Давида это совсем не тот город, который мы представляем себе сейчас. Тот Иерусалим Ивусеев находился за пределами современного старого города и вообще за пределами исторического Иерусалима в течение довольно долгого времени, большей части истории Иерусалима. И сейчас вот этот город Давида, тот самый первый Сион, которым назывался этот город в древности, эта гора называлась в древности, он находится за пределами собственно городских стен, за пределами северного, за пределами города, старого города Иерусалима. Он находится с южной стороны города и его особенностью является то, что это такой крайний из холмов современного Иерусалима, который очень так резко и обрывисто спускается в лежащую под ним долину. Долину, в которой лежит сейчас деревушка под названием Сильван, ну, отчасти ее можно рассматривать как район современного Большого Иерусалима. И это очень такие крутые склоны, которые очень неудобно было штурмовать. Именно здесь, собственно говоря, Исильван сохраняет в своем названии отголосок того места, которое нам известно по священному писанию уже Нового Завета. Силам, Силамская купель. Как раз таки там находилась эта самая Силамская купель. И будучи уверены в неприступности крутых склонов своей крепости, естественной крепости, которую составлял этот город Иевусеи, насмехаются над царем Давидом и уверенно говорят, что он не войдет сюда и что слепые и хромые отгонят его. Что же это за такие слепые и хромые? Почему именно они должны прогнать Давида? К сожалению, никто из комментаторов ни древности, ни современности никак не объясняет вот это выражение о том, что слепые и хромые прогонят себя. Ну, один из моментов можно, конечно, объяснить, это просто похвальбой ивусеев, то есть их таким как бы заявлением о том, что для обороны Иерусалима им хватит и слепых, и хромых, которые одни своими усилиями способны защищать такую неприступную крепость, которой казался им Иерусалим. И поэтому они прогонят Израиля от своих пределов и царя Давида не пустят свой защищенный город. С другой стороны, существует предположение о том, что это какая-то вообще просто такая расхожая пословица, что это может быть какое-то такое выражение, которое просто использовалось в тех случаях, такая крылатая фраза, когда что-то казалось таким делом безнадежным. И слепые, и хромые отгонят себя. Может быть, по крайней мере, такого выражения до нас не дошло. Но есть одно очень любопытное объяснение, которое говорит о том, что по всей вероятности это такой заимствованный у хетов, малазийских хетов, особый такой военно-магический ритуал, который состоял в том, что на стены осажденного города выводили воинов, которые были покалечены в битвах слепых, хромых, ну и просто слепых и хромых людей, и совершали магический обряд, благодаря которому эти хромота и слепота должны были перейти на наступавших. То есть в данном случае царь Давид и его войска столкнулись с такой боевой магией язычников. А действительно, как мы знаем, в составе населения Иерусалима наряду с Иусеями и прочими родственными им племенами находились также и потомки малазийских хетов, такой достаточно воинственный и известный широко нации, наводившие ужасы на всю Малую Азию и весь Ближний Восток. Возможно, именно вот этим магическим обрядом и объясняется тот странный момент, когда Давид говорит своим воинам, заповедуя им, чтобы всякий, убивая Иусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых ненавидящих душу Давида. Ну, какая военная необходимость уничтожать слепых и хромых? Тем более, как мы знаем, собственно говоря, в отношении города Иусеев не было устроено такой показательной поголовной резни, которая была устроена в отношении прочих городов во время завоевания их войсками Иисуса Новина, когда по повелению Господню их население истреблялось практически поголовно и целиком. Давид обходится с Иусейским населением намного более мягко. То есть, мы знаем из последующих событий книги царств, что последний Иусейский царь Орна продолжал жить в Иерусалиме, сохраняя вполне, надо сказать, неплохие участки, собственно, современная храмовая гора являлась гумном царя Орны, который продолжал проводить свою жизнь в Иерусалиме как рядовой гражданин, горожанин, достаточно зажиточный горожанин новой столицы царя Давида. То есть, поголовного истребления населения Иусейского города не присутствовало, но именно слепых и хромых Давид повелевает уничтожить, и при этом, так сказать, приводится еще известное выражение о том, что слепой и хромой не войдет в дом Господень. Ну, это опять же не так. Не было никаких исторических свидетельств о том, чтобы слепые и хромые не пускались для совершения богослужений, участвуя в богослужениях в дом Господень, то есть в храм Бога истинного в Иерусалиме или не пускались в Иерусалим как таковой. Достаточно вспомнить того хромого, который просил милостыню у красных ворот храма и был исцелен апостолами Петром и Иоанном. И, в общем-то, действительно никаких исторических подтверждающих это свидетельство о том, чтобы хромы и слепые не пускались куда-то там в Иерусалим или в храм, что можно понимать под именем Дома Господня у нас нет. Это выражение становится понятным именно в том контексте, если мы понимаем вот этих слепых и хромых как участников воинского магического ритуала, которые пытались таким образом с одной стороны устрашить воинов Давида, а с другой стороны в общем-то ну как бы вот так магическим путем навести на них те же повреждения, те же ранения и увечья, которым были подвержены они сами. И то, что они ненавидят душу Давида, как раз таки может говорить о том, что они проявляли это каким-то особенным ритуалом, который эту ненависть превращал вот такое грозное по крайней мере в их глазах магическое оружие. Но остается любопытным и совершенно неосвященным моментом вопрос о том, каким же именно образом царь Давид сумел захватить Иерусалим. И вот к сожалению наш текст священного писания этих подробностей не сохранил, но раввинистический перевод раби Бена Иосифа он сохраняет весьма любопытную такую подробность в том варианте перевода священного писания, который был сделан им. Там царь Давид обращаясь к своим воинам говорит о том, что первый кто достигнет трубопровода и первый кто поднимется на стены Иерусалима начнет уповать и Иерусалима сделается предводителем Израиля предводителем войска Иуды. Вот очень любопытно именно вот это упоминание о трубопроводе. Что же это за трубопровод? Вот сейчас реконструируя эти события трехтысячелетия давности мы видим, что царь Давид предпринял весьма такой смелый и необычный план, благодаря которому ему удалось захватить Иерусалим. Состоял он в том, что его воины проникли в город через каменный туннель, который снабжал город водой. Дело в том, что источник Гихон, единственный источник, который питал собой Иерусалим, он находится значительно ниже по склону, ниже, чем, собственно, строился сам город. И вот для того, чтобы воду из города Гихон безопасно, воду из источника Гихон безопасно подавать в город, был проделан специальный каменный туннель, который соединял город с вот этим единственным источником воды. Надо сказать, что практически все древние вот эти ханаанские города, они строились именно по одному и тому же принципу. То есть находился источник воды, как правило, залегавший достаточно глубоко, к нему проделывалась такая глубокая каменная шахта, а над ней уже строился город или рядом с ней, как правило, возводясь по принципу Теля. То есть, когда одна генерация глинных построек по мере обветшания разрушалась, и прямо поверх нее строилась другая. И таким образом, как правило, естественная возвышенность с источником воды она еще обрастала вот таким искусным образом, слой за слоем, возвышаясь за счет тех построек, которые возводились, затем с течением времени разрушались, и поверх них строились новые постройки. Таким образом строился и знаменитый Тель-Мегеддо, и Ирихон, и Гезер, и прочие упоминающиеся в священном писании хананейские города. Все они сейчас при изучении археологов обнаруживают одну и ту же конструкцию, источник воды, в который ведет каменный туннель. И так, это был единственный практически путь, безопасный путь, который вел Иерусалим. Ну, как безопасный? То есть воинам Давида пришлось подниматься по этому узкому каменному туннелю ночью, в темноте. Туннель этот был заполнен водой, в любой момент воины оказались, могли оказаться запертыми в этом туннеле, как в такой естественной ловушке и перебитой. То есть это было такое действительно очень рискованное предприятие, на которое пошли отважные, бесстрашные воины царя Давида. И вот именно через вот этот туннель они поднялись в Иерусалим, неожиданно для охранявших его слепых, хромых и прочих, так сказать, воинов и иусеев захватили город. и благодаря этому Иоавт, сын Саруи, сделался вот как первый, кто прошел этим труппопроводом и проник в Иерусалим иусеев, сделался потом на долгие годы знаменитым военачальником Давида, не всегда, надо сказать, выполнявшим беспрекасованно его волю и зачастую по своей горячности и такому властолюбию совершавшему ну, такие не всегда даже, скажем, нравственно, морально оправданные, а не то, что даже благословленные ему царем поступки, за что он, в общем-то, впоследствии и пострадал. Но, тем не менее, вот здесь началась долгая воинская карьера этого самого Иоава и его братьев сыновей Саруи. Вот так произошло завоевание Давидом города Иерусалима. И так Иерусалим становится на долгие тысячелетия священным городом и столицей царства царства Иудеи, царства единого царства объединявшего Иудеи и Израиль не слишком, к сожалению, долгий период его существования. Любопытно, что вот этот туннель сохранился, безусловно, сохранился до сих пор. И сейчас его можно осмотреть. Впоследствии в VI веке этот туннель был перестроен знаменитым благочестивым иудейским царем Язекии, который прорыл еще более длинный туннель для того, чтобы сделать его еще более, так сказать, доставку воды в Иерусалим еще более безопасной. Это была уникальная по тем временам для VI века до Рождества Христова инженерная операция. и при раскопках была обнаружена уже в XIX веке глиняная табличка, которая сейчас хранится в Стамбульском музее древности, которая фиксировала собой встречу двух команд горных таких инженеров, рабочих, которые одновременно с одной и с другой стороны и со стороны города Давида и внизу со стороны источника Гихон расширяли и удлиняли этот туннель. И там говорится, что они встретились друг с другом, то есть удалось вот эти две направленные друг в сторону друга стрелки достаточно точно и безошибочно штольни вот эти состыковать друг с другом в тот момент, когда говорится в этой табличке над головами строителей было около локтя высоты. То есть это был достаточно высокий такой широкий туннель. Сейчас этим туннелем можно пройти, спуститься, если прийти в город Давида, в музей Ир Давид, там можно купить билет, но необходимо вооружиться фонариком и с какой-то такой обувью, которая позволит вам совершить вот это путешествие, поскольку идти придется иногда практически по пояс в достаточно холодной такой воде в совершеннейшей темноте, пока вы не выйдете к Силаамской купели, той самой знаменитой, куда был в свое время послан слепорожденный для исцеления, которое до сих пор пользуется славой такого целительного источника, там вы наконец-то выйдете на свет, пройдя такое достаточно большое расстояние, около 500 метров по этим темным туннелям, сводам в абсолютно практически темноте, и сможете себе представить, каково было воинам Давида двигаться по еще более узкому и низкому туннелю, хотя и не столь длинному. Само имя вот этого источника Гихон означает как бы пульсирующий, кипящий, который показывает то, каким образом оттуда исходила эта вода, то есть выбивалась. И, кстати говоря, очень интересная история связана с тем, как он был открыт. Открыт он был в 1867 году человеком по имени Чарльз Уоррен. это был такой вот весьма примечательный персонаж британской истории, которого иногда называют отцом вообще библейской археологии. Это человек, который, получив в Лондоне прекрасное образование историческое, в какой-то момент в своей жизни отправился в 1867 году для исследования Святой Земли Палестины по договоренности с сурецкими властями. И вот именно он первый из европейцев проводил раскопки в окрестностях Храмовой горы, получив такое уникальное по тем временам разрешение от турецкого султана. Он не должен был приближаться ближе, чем на 15 метров, правда, к Храмовой горе, но этого расстояния вполне хватило для того, чтобы он совершил такое совершенно уникальное открытие, которое с тех пор стало называться шахтой Уорена. Верхний вход вот к этому самому источнику Гихон и к купели Силаамской, который позволил расчистить и пройти всем вот этим подземным древним путем, которым когда-то шли воины Давида. Но, надо сказать, что на этой плодотворной деятельности, связанной с открытием источника и других весьма примечательных мест на Святой Земле, на этом вообще приключения Чарльза Уорена не закончились. Вернувшись в родной Лондон в 70-е годы, он вдруг резко и совершенно неожиданно меняет все направление своей карьеры и становится главой всей лондонской полиции. Именно тогда, когда в Лондоне действуют такие знаменитые и по билетристике, и в реальной истории деятелей, как Шерлок Холмс и Джек Потрошитель. Именно с попытками поимок Джека Потрошителя связана дальнейшая карьера в Британии Чарльза Уорена, но и собственно неудача этих попыток она и привела к тому, что эта карьера была закончена. Тем не менее, как говорят, Чарльз Уорен нанес смертельный удар лондонской мафии, действуя с невероятной такой жесткостью, порой даже жестокостью против организованной преступности Лондона, но вот собственно говоря и его неудача в попытках поймать этого самого Джека Риппера, Потрошителя, она и стала таким формальным поводом, благодаря которым оппозиции удалось избавиться от такого неудобного принципиального начальника полиции Лондона и как-то вызывает определенные мысли и подозрения то, что последнее свое убийство Потрошитель совершает в тот самый день, когда Уорен подает прошение об отставке и с тех пор о Джеке Потрошителе больше никто ничего не слышит и не знает. Возможно, это вообще такая сфабрикованная фигура и сфабрикованное дело для того, чтобы просто убрать с поста шефа британской лондонской полиции. Уорен отправляется на Сингапур, там какое-то время также возглавляет британскую администрацию, затем уходит на покой и, кстати говоря, принимает очень такое активное участие в развитии скаутского движения, тоже, вероятно, в его случае вдохновленное воспоминаниями о славных деяниях царя Давида и его войск, которые они совершали в своих, так сказать, завоевательских и других военных кампаниях, направленных на защиту и укрепление могущества единого царства со столицей в Иерусалиме, о чем мы уже будем повествовать в какой-то из наших следующих лекций. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. видео.